Детище двух человек Американского нуара благодаря полному соответствию жанровых черт. Это была минутка никому не нужной, но занимательной информации. Писатель бульварного чтива Мартинс приезжает в послевоенную Вену по приглашению друга. По приезду оказывается, что друг умер несколько дней назад и, опросив присутствующих на похоронах, протагонист замечает, что дело какое-то слишком мутное. Поэтому он решает разобраться в ситуации и, конечно же, попадает в опасную игру. Что стоит сразу отметить в сюжете, так это то, что кроме стандартной детективной истории, здесь есть и очень сильный, но поданный очень неявным образом второй пласт тематик. Это в первую очередь быт и дух послевоенного города и всех вытекающих его жизней. Таких как черный рынок, подпольное производство, рэкет, наживающийся на людях в нужде и, как итог, радикальный материализм. И вот тут я хочу сказать о главном личном минусе фильма. Эти темы поданы слишком между строк и их стоило сделать менее прозрачными и вывести, ну если не на первый план, то хотя бы на второй. С одного просмотра их можно и не заметить вовсе, что лишает третьего человека большого смыслового куска, который в свою очередь сильно обогащает кино. Сама детективная история вполне обычная, если оценивать ее по меркам 21 века. И вот как раз наполненность тематиками ее и спасает. Точнее спасает, только если зритель сможет прочитать их. Именно поэтому я крайне советую, если решите посмотреть данный фильм, обращать внимание на этот пласт тем. Если отвлечься от тематик и вернуться к самому сюжету, то тут тоже есть на чем стоит остановиться. Интрига. Для детектива это важно. Здесь ситуация двойственная. С одной стороны, интрига, кто же ответственен в смерти Гарри Лайма, погибает, как и сам Гарри Лайм, еще в первой же трети фильма. С другой стороны, возникает другая интрига, почему это произошло и чем все это закончится. В целом, обмен равнозначный, так что сильно ныть по этому поводу не буду. По ною лучше говоря о персонажах. Второстепенных. Вот они, вроде, вполне неплохие и харизматичные, и хорошо сыгранные, но это тот случай, когда хочется, и для них тоже, большего раскрытия и объема образа. Потому что сейчас они почти все, хоть и прикольные, но картонкие. Только майор Кэллоуэй тянет на что-то большее, хоть и не уходит сильно далеко. К счастью, мое нытье не касается главных действующих лиц. Мартинс, сыгранный Джозефом Коттеном, как я это вижу, представляет собой деконструкцию традиционного образа протагониста нуарного фильма. Он ведет себя как типичный герой жанра, но из-за того, что он помещен в нестандартные декорации, главный герой выглядит как персонаж своих же бульварных писулек, где все очень просто и обязательно поделено на черное и белое. Он смотрится инородно, и это позволяет авторам, снова же, поднять те темы, о которых я говорил в начале, и сделать ту драму, которую можно видеть в картине. Неотъемлемой частью этой драмы является Анна, Алида Валли. Влюбленная в почившего, она не может отпустить прошлое и начать жить настоящим, несмотря на все то, что ей приходится пройти. В контексте отношений Анны и Мартинса очень классно смотрится концовка, но это единственное, что я скажу о ней. Это же относится и к нашему старому знакомому Орсену Уэллсу, который здесь сыграл в маленькой секретной роли. Сыграл, как обычно, отлично. Отличным я могу назвать и решение снимать кино на натуре, прямо на улицах Вены. Взаимодействие с городом – это одна из лучших вещей в технической части картины. Виды, планы камеры, освещение и постановка – все эти вещи хороши. Да, я говорю это с позиции 49-го года, но и сейчас внешне третий человек выглядит как минимум достойно. Есть во всем этом определенный шарм, даже в частом использовании голландского угла. Также есть некоторые странные вещи в монтаже, для нашего времени. А вот с музыкой ситуация с кодовым названием «Кидайте в меня помидоры». Она вообще не подходит действу. Практически все сопровождение сыграно на цитре, и отдельно от фильма музыка была бы вполне себе. Но внутри картины она создавала такой диссонанс у меня, что, честно, хотелось смотреть вообще без музыки. Почему решили не использовать проверенный временем джазовый дарк эмбиент – непонятно. Третий человек. Кстати, тут даже название взято не с потолка, как это бывает иногда у относительно старого кино. Очень крепкий, очень хороший фильм. Его завуалированное сюжетно-смысловое наполнение радует неизбитостью. Его актеры хорошо актерствуют. Его визуал все еще смотрится достойно. Если нет аллергии на старое кино, то всеми руками советую. Ничуть не меньше я стану советовать и «В укромном месте» 1950 года, поставленный Николасом Реем. Не хочу каких-то предисловий, хочу сразу говорить о сюжете. Диксон Стилл – принципиальный голливудский сценарист со вспыльчивым темпераментом. Настоящий макеавелист и вообще сложный человек. Одним сонным вечером он приглашает миленькую девушку к себе домой, чтобы та пересказала ему книгу, которую протагонисту заказали оформить в виде сценария. Самому ему было, конечно же, лень читать. Милдред пересказывает Стиллу книгу и затем уходит домой. А наутро к сценаристу является его старый знакомый полицейский, который сообщает, что Милдред была найдена мертвой. А последний, с кем ее видели, это, собственно, сам главный герой. Вот так завязывается данный фильм, который в определенный момент преображается в нечто иное, чем обычное криминальное кино. Убийство девушки – это только предлог для того, чтобы рассказать яркую историю о проблемах доверия между людьми. Я забегаю вперед и пропускаю хорошо разыгранную последовательность, которая как раз и ведет сюжет и превращает околодетективную картину в драму отношений. В какой-то момент в Стилла влюбляется его соседка Лорел, которая знает о его некоторой причастности к смерти Милдред, а также о его скверном характере. И вот именно через нее кино поднимает вопрос доверия, паранойи и страха. Потому что нет никакой гарантии, что Стилл не совершал преступления. И эта интрига становится главной, а также главной движущей силой в сюжетной части. Интрига выполнена отлично. Она сразу же поглощает тебя с головой и заставляет постоянно присматриваться к персонажам и не доверять им. Несмотря на то, что убийство остается висеть мрачной тенью над всеми главными героями, оно уступает место иной трагедии, в центре которого мужчина, постоянно сражающийся с тьмой внутри себя и постоянно проигрывающий ей. И женщина, которая пытается изгнать эту тьму, но сама поддающаяся ей. Финал всей этой истории шикарен, а последняя сцена пропитана таким напряжением, что аж зубы скрипят. Но не одними тяготами живем. В фильме есть классный диалоговый юмор. Его немного, и почти весь он выражен в циничном мироощущении главного героя, но написан ярко и остро. Вообще, словом «ярко» можно всецело описать протагониста. Исполненный Хамфри Богортом, стил вызывает и симпатию, и отторжение одновременно. Это и близко не плоский образ, который и написан хорошо, и сыгран соответствующе. Можно много лить воду, но я очень советую посмотреть фильм и увидеть все самим. Лорелл, Глория Грэм. На фоне главного героя смотрится послабее, но и у нее есть что показать. Это явно умный персонаж, но который слепнет от, пардон, ослепляющей любви. И это рождает все то, что я назвал ранее. Грэм играет именно так, как и ожидаешь от актрисы 50-х годов в подобной роли. К сожалению, или к счастью, чего-то уникального тут нет. Она нормально и адекватно смотрится в образе, так что катить бочки не буду. На самом деле, я бы лучше покатал бочки с Мартой Стюарт, которая сыграла погибшую Милдред. Ее пересказ книги был так классно сыгран, что... Ну, в общем, жаль, что ее в картине 5 минут от силы. Есть также и другие, второ и третье, степенные герои. Среди которых хочется отметить агента Стила, мистера Липмана. Он нравится мне вот просто так. Чего-то особого в нем нет, но он обаятелен и прикольно сыгран Артом Смитом. Далее, полицейские Николай, это фамилия, и Локнер. Та же самая ситуация, это просто крепкие и четкие образы служителей порядка. И на десерт Уотерман. Актер-ветеран, который уже поехал кукухой от своих актерств. Он просто забавен. Если вы видели классическое кино тех лет, то форма в укромном месте вас не удивит. Это просто профессиональная и умелая работа. Начиная с дизайна окружения и костюмов, и заканчивая планами камеры. Фишка в том, что вся техническая часть выполнена настолько стандартно нормально, что по отдельности отмечать ее составляющие, это опять же лить воду. Скажу так, визуал это подпорки для реализации сюжета. Без них все может развалиться, а с ними все стоит на своем месте и работает. В укромном месте стоит смотреть, если хотите получить историю оборотня. Когда ожидаешь одно, но в итоге получаешь другое. Хоть и использующее в качестве фундамента то, что ожидаешь. Хорошее сюжетное исполнение. Такие же актеры, нормальный внешний вид. Ах да, не будьте мудаками, как Диксон Стил.